Одесса, туристическая мека, центр мошенничества и обмана. И сейчас речь пойдет не о том, что вас могут обокрасть на вокзале. В обычном кафе, если вы иностранец, то вам, скорее всего, придется заплатить в три раза дороже, чем в обычном меню. Об этом, якобы, все знают, но никто еще не доказал. Схема простая. У ресторанов есть договоренность с брачными агентствами. Спасибо. Девушки приводят своих иностранных кавалеров в указанное место. Персонал выносит им меню с невероятно высокими ценами. 200 гривен чашка кофе! Их задача несложная – заказать как можно больше еды и напитков. Отвратительное капучино. На следующий день девушки приходят в данное заведение, чтобы забрать свои честно наеденные 50% от чека. Нашла в интернете заведение, которое находится в самом центре Одессы. Но отзывы все поголовно негативные. Вот что пишут. Если в Украине девушки упоминают кафе-селфи, убегайте от нее и рассказывайте, что она проститутка. О боже, что такого происходит в этом кафе? Мне само интересно. Иду не одна. Пригласила своего знакомого, который будет играть роль иностранца. Он все время будет говорить на английском языке, чтобы нас не заподозрили. Такая вот у нас авантюра. Давайте нам самый вкусный и самый дорогой кальян. Я с ней на ананасе? На ананасе давайте. Можно на грейпфруте, но по цене ананаса. Сколько такое будет? По-моему, 1055, если не ошибаюсь. Можно даже сделать 1500. Я хочу, чтобы вы насладились им. Насладимся? Я очень хочу насладиться. Насладление, я тоже. Вы готовы, да, подождать? Да. Мы никуда не спешим. Мы от вас еще долго не уйдем. Мы пришли в это заведение, чтобы сделать эксперимент. Качество видео немножко будет хромать, потому что я переживаю, у меня отрясутся руки. Итак, давайте сравним цены в кафе Selfie, да? Selfie. Которые находятся на Бунина, 35. Что мы видим? Меню для иностранцев? Сырный сет. 700 гривен. Меню для наших? 185 гривен. 185 гривен. Дальше. Скита 215 и 75. Дальше. Давай вот самое интересное рассмотрим, вот, кофейные напитки. Фрапучино. 175. 75. Да, американо. 79. 25 гривен. Ягодный чай с травами. 85 гривен. Здесь 185. Кафе Selfie обманывает наших туристов. А когда мы с Жанной только пришли в это заведение, я спустилась вниз. То есть, в принципе, ты заметила, что нам увидели иностранца и сразу же дали нам меню с наценкой почти в три раза. А когда я спустилась вниз, мальчики сказали, хотите, да, максимально разводите иностранца. И за своей денежкой можете прийти либо же завтра утром, либо же сразу после. То есть, если мы сегодня съели на 2000 гривен, то завтра мы могли получить 1000 гривен в карман. Хороший такой бизнес. Что, как быть? Мы ждем полицию, которая не спешит спасать нас. Дело сделано. У нас на столе два меню с разными ценами. Зовем администратора. Мы просто не хотим, чтобы обманывали наших туристов. Хорошо, мы сейчас дождемся полицию, потому что это мошенничество с вашей стороны. Я понимаю. Я понимаю. Вы против. Есть люди, которые хотят зарабатывать. Но не таким же способом. Эта система работает с 2000 года. Человеку не вправо. Он хочет здесь кушать или не хочет. Так нет, так вы принесите человеку два меню, и у него будет право выбора. Он будет смотреть, по каким ценам ему заказывать. Вы не даете иностранцам право выбора. Это мошенничество. Это нарушение нашего законодательства. Так не должно быть. Это неправильно. Мы не хотим огласки. Я думаю, что мы удалось. Не хотите огласки? Мы уже будем принять. Да. То есть вы не хотите это мирно решить? А как можно мирно решить? Нет. Что вы делаете? Что вы делаете? Я не отдам вам меню. Нет. Что вы делаете? Что вы делаете? Мы вызвали поли-кафе селфи, который находится на Бунина, 35. Мы зафиксировали мошенничество. Между нами сейчас два меню с абсолютно разными ценами. Только что на меня хотели поднять руки официанта. Ты видела? Фух, я немножко переживаю. Хочу обратить внимание на то, что администратор пытался вырвать с рук у меня меню. Но я не отдала его. Держала всеми силами. Чуть ногти не поломала. Ну, главное, что полиция. Мы вызвали полицию. Полицию мы ждем уже 35 минут. Мы подключили уже все наши связи. Да. Нам действительно хочется поломать эту систему. Администратор сказал, что девочки, такая система работает с 2000 года. Мы планировали здесь находиться. Да, ну сколько? Максимум 30 минут. Но сидим здесь уже почти 3 часа. Молиция, что вы вызвали? Стоп, стоп, стоп. Молодой человек. Оставайтесь. Молодой человек, куда вы уходите? Здесь происходит преступление. Вернитесь на место. Добрый день. Аллилуйя, купите меня, коллега. Это рекорд. Два меню с разными ценами. А вы кто? А вы кто? Я клиент. Он зашел. И мы клиенты. Вы владелец, да? Вы владелец заведения или что? Дурачок. О, снимай оскорбление. Оскорбляй, дурачок уже. Хорошо, мы, может быть, дурачки, окей. Хорошо. Смотрите, может быть, у нас плохая прическа, а у вас два меню в заведении. Значит, ребята, тут все понятно. Все в деле, все в доле, все в деле. Вам дают одно меню, а именно и трое. Потому что он иностранец. Это такая схема. Преш апельсиновый, количество 6 стаканов на 1221 гримля. Как тебе? Так, девочка, вы с какой братьевной агентства пришли? Чем вам не угодили? Чем вам не угодили? Мы устанавливаем сумму материального ущерба. Кафе Селфи, прошу заметить, находится прямо под правым крылом управления безопасности. В данном заведении Селфи Кафе мы обнаружили два разных меню. А это говорит о том, что по факту мы выявили мошенничество в 190 статьях Уголовного кодекса Украины. Забавно, что наша доблестная полиция ехала три часа. Три часа. И в итоге приехала не сама, а с владельцем. Совпадение? Не думаю. На сегодняшний день полиция комментариев не дает. Заведение продолжает работать. Ну, а я буду держать вас в курсе всех событий. На связь вышла наша полиция и ответила, что в нашем данном деле нет состава преступления. Наше законодательство настолько дырявое, что вас могут обманывать, дурить, приносить два меню в заведении и при этом оставаться безнаказанными.